36 сыновей и одна единственная красавица, дочка Ангара. Все ее очень любили, баловали, так как она единственная девочка была в семье. И поэтому она немножечко капризная была. И вот наступило время, наступил такой возраст, что пора выдавать замуж Ангару. И отец Байкал призадумался, огляделся вокруг и из всех голосов присмотрел и выбрал с его точки зрения самого достойного Иркута. Всем был хороший Иркут, он был и красив, и знаменит, и богат, но Ангаре не понравился выбор батюшки, был второватым для нее, когда она считала, хотела она выйти замуж за молодого. И выказала она свое недовольство, и отец Байкал, чтобы доказать дочери, что все-таки это достойная кандидатура Иркут, он решил организовать игры. Вот есть у наших коренных жителей при Байкале игры, называются Йорденские, вокруг горы Йорд, которая располагается недалеко от острова Ольхот, на Жиранских степях. И Йорденские игры, еще их называли игрища трех мужей, состязания в трех видах спорта. Это скачки, это на лошадях, это стрельба из лука, и это национальная борьба. И съехались до круги все молодцы, приехал издалека поучаствовать в этих состязаниях красавец Енисей. И всех буквально на шаг опередил, все свои победы посвятил Ангаре, влюбился в нее с первого взгляда, она тоже ему ответила взаимностью. И стали они батюшку Байкала просить их благословить их брак. Но Байкал сказал, я слово дал Иркуту, обратно взять его никак не могу. Уж извини. И зная характер своей дочери, что она может что-нибудь этакое выкинуть, он решил приставить к ней стража Ольхона, шамана. Наказал шаману, чтобы присматривал за ней, и братьям, чтобы не помогали своей сестрице. И поместил ее в такую природную темницу. Но ночью Ангаре удалось сбежать, упаюкала она своим певучим голосом волшебным, спев колыбельную песню и шамана, и Ольхона. И, конечно, братья не могли отказать в помощь своей любимой сестрице, и устремилась она к Енисею. И когда наутро Байкал проснулся, так рассверепел он, увидев, что дочь его уже вот за поворотом, только краешек платья за ее виднеется, пытался словом ее вернуть, но далековато она уже убежала. Так рассердился, такие волны поднялись 5-6 метров высотой. Рассердился и на страже Ольхона, превратив его в огромный остров, отослав от себя до 400 километров. И, конечно же, на сыновей своих тоже рассердился. И вот в этом отчаянии, в этом гневе, схватил огромный кусок от близлежащей скалы и бросил вслед племянке дочери. И немножечко краешек платьица ей прищемил все-таки, да. Но все равно продолжала свой путь Ангара. И тогда еще одна последняя попытка оставалась у Байкала вернуть дочь свою. Обратился он к Иркуту. А Иркут счастливый, довольный, идет в сторону Байкала с подарками, готовится уже, предвкушается, что скоро у него свадьба. И вот Байкал ему говорит, бросай все, беги, догоняй свою невесту. И разворачивается Иркут, делает крутой такой поворот и направляется в сторону, сейчас где Иркутск находится, град Иркутский. Догоняют именно в этом месте. И когда догнал, посмотрел в ее глаза полной любви, но не к нему, понял, что он такой любви от нее не дождется, смирился и тихонечко пошел рядышком, как ангел хранитель. Ну а Ангара забежала до Енисея, и вместе они устремились на край света, к Северно-Лизавитому океану. А Шаман-Камень, так, у нас здесь в Истоке стоит, напоминает нам об этой легенде. Если посмотреть, что очень много фактов в этой легенде, действительно, таких достоверных, мы знаем, 336 постоянных притоков, как мы уже с вами говорили, а есть еще и непостоянные, когда пересчитали в 2000-х годах, оказалось, что намного больше, около 500, а еще и подземное питание у Байкала. В общей сложности почти тысяча вот таких вот водотоков питают озеро Байкал, наполняют вот эту чашу, этот колодец планеты, 23 600 кубических километров воды, что эквивалентно 22% мирового запаса пресной воды, и не просто пресной воды, а еще и пятиевой воды, да, то есть мы с вами еще попробовали водичку сегодня в музее, и воду стали сейчас разливать, бутылировать, с 90-х годов этот процесс идет, сейчас 5 заводов работает у нас по разливу воды, так что вот можно ее и с собой даже брать в качественный подарок, но сейчас ее, наверное, во всех практически городах нашей страны и продают уже, да, нашу байкальскую воду, слышала, что и в офисах даже большие бутыли используют, да, с нашей байкальской водичкой, и еще что в легенде у нас достоверно, да, ну, это то, что у нас Иркут, как себя ведет, действительно, ну, вот кто-то, как бы на экскурсии Таня была, я показывала уже эту фотографию, вообще Иркут у нас берет начало в озере Сильчир, это восточные стояны, кто вот еще в Аршан поедет, это как раз в том направлении, протяженность 470 километров, там сейчас уже снег, красивое озеро небольшое, 6 километров протяженностью, это вот откуда начинается Иркут, и он очень такой порожистый в своем начале, такой прям ритмилистый, и так и переводится с бурятского языка, Иркут крутящийся, вертящийся, такой вот капризный даже немножко, буряты сравнивают Иркут вот с мужчиной, да, который в юности горяч, вот такой вот, да, непредсказуемый в своих решениях, да, такой даже немножко авантюрист, а потом уже становится вот в солидном возрасте, да, таким спокойным, статным, степенным, как вот Иркут, который впадает уже в Ангару, да, вот в эти участки, а вот Средний Иркут, он у нас порожистый, и там у нас плавы по Иркуту очень популярны, и вот в том месте он идет прямо действительно в направлении по Туткинской долине, в сторону Байкала, и буквально в 18-20 километрах делает очень резкие развороты, вот этот разворот выглядит, видно так? Ну да, ниже, ниже. Пониже так сделать? Ага. Нет, туда. Вот так, вот так, да? Да, светло. Тут не будет там светлее? Нет, вот так. Ну, видно. Видно, да? Нет, видно, не знаю кому. Ага. Вот такой прямо делает петлю, прямо практически, да, и вот это очень красивая точка, очень красивое место, туда водят экскурсии тоже, но это так надо подняться там еще и в горы немножко, и идет вот в сторону Иркутска. И это для геологов на самом деле вообще загадка. До сих пор так и называют это феномен Иркута. Ну, то есть вот непонятно, да, почему он вот так резко вдруг меняет свое направление. Есть предположение, что когда-то Иркут тоже с Байкалом соединялся, да, что было это, но вот в результате тоже, возможно, тектонической вот какой-то деятельности на Байкале вот произошло то, что и вот он так резко меняет направление. Ну, а по легенде нам все понятно, на что случилось. Мы нашли этому, точнее даже не мы, а вот местное наше население, комменное бурят, нашли ответ этому феномену, да, почему он так вот, да, он сейчас лучше на солнышке будет. Да, как раз осенью тоже фотографировали, очень красиво. Так что в каждой легенде, как и в каждой шутке, да, есть доля правды.